Надоело гореть от своих тиммейтов? Устал сливать ММР в никуда? Хочешь улучшить свою игру? Искусственный интеллект от ГОСУ АИ проанализирует твою игру и найдет твои сильные и слабые стороны и абсолютно бесплатно. Ты можешь играть лучше. Кликай ссылку в описании и повышай свой скилл. Всем привет дорогие друзья. Сегодня на нашем выпуске Задрот Пангольера. Приятного вам просмотра. Топ 10 кстати он себя отнул. Представляешь? АСАЙСИ ТОП 10 Это шок вообще на самом деле. Многие знают АСАЙСИ как просто профессионального игрока, хорошего игрока, но на самом деле в последнее время он чем-то напоминает Дэнди на заказе своей карьеры. Он играет на 3-4 персонажах и играет на них хорошо, но Пул на самом деле ему бы подрешили, чтобы дальше держаться на просцене, как мне кажется. Вот, ну и Пангалер один из немногих На которых он может и действительно может хорошо Да, он много раз отличался своей игрой В профессиональных именно играх Не пабликах, а именно вот в профессиональных Прям показывал отличные игры Против него очень часто его банят Настолько хорошо играет, что просто банят Постоянно этого героя Против него Уже почти убил Рубика Нам оставалось буквально 30 хп Но Рубик там гусом поригенился А, и пока что он стоит соло Что очень интересно Магнус сделал Сделал выход в топ Ну, захотел, наверное, стоять на топе В трипле почему-то бафать фантомку Хотя Пангич, но я бы не сказал бы Что самый лучший герой для соло-лайна Конечно, может выпуливать крипов Любит экспириенс Но нынешняя метода такова, что стоять одному Ну, практически невозможно Если твой оппонент Керич и пятерка могут Что-то противопоставить И не самые глупые люди Но ты будешь мало очень получать с этой линией Онлайн вообще есть приятный По идее, его должны здесь напрягать Знаешь, я когда-то С процентной уверенностью Пикнул Сларка в Пангольера И думал, что это будет Суперлегкая игра Суперлегкий лайнап И буду пока доловить его Потому что Сларк, когда нажимает паунс на таргета Вражеского Тот не может использовать сплы на эскейп А у Панги что-то таких аж два, да? Свэш Бакл и Шилд Краш Но забавно то То, что Свэш Бакл он юзать не может В паунсе А Шилд Краш мало того, что Помогает ему Немножко дистанцию разрывать Так он еще и разрывает паунс в принципе Вот такая вот механика То есть каждый раз Когда Сларк будет в него прыгать Он просто будет нажмать второй спл И Сларк Все Отлетает А, так Рубик его оставил Слушай, ну Оставили в соло Не, он в соло тяжеловато Конечно будет стоять Я думал, что все-таки Он с Рубиком будет С Рубиком Странное решение На самом деле Ну, видимо Сларк попросил Экскериенс Он Рубик не самая все-таки Полезная пятерка Не самая полезная пятерка На линии Плюс он купил себе ботинок На Рубике У него демиджа Не особо-то и много Чтобы разминать Пангича Вот Ну и Сларк, видимо Сам предпринял такое решение Что будет просто эксплицем Для Пангалиера это Хорошо Ну, знаешь Линия 2 на 2 Это на самом деле Равносильно Линии 1 на 1 Во многих аспектах Потому что Нет саппорта с одной стороны Нет саппорта с другой стороны Все будет зависеть Ну, а это на Рубик Пангалиеру В любом случае Ну, конечно, да Пангич любит экспириенс Ну и Сларк тоже Но Пангальер просто включается В игру чуть-чуть пораньше Вот И В Крикбай уже боттл стоит Я бы даже сказал Намного пораньше Типа Пангальеру просто 6 нужно получить А Сларку нужно лотар купить Как минимум Не, ну все равно Ты хочешь на Пангальере Иметь хотя бы какие-то артефакты Чтобы наносить очень много дамэджа Сларк в идеале Тоже можно там приходить на линии При получении 6-го убивать Когда многие керичи делают По типу той же фантомки Можно перемещаться на другие лайны Подгангивать на МК Но естественно да Пангич имеет абилки Которые дамажат очень много И Их он будет я думаю что реализовывать Если вы не можете стоять В оффлейне Если Против вас все-таки 2 героя И Ваша команда решила Пойти трипло Что вам нужно делать Получить экспу с первой пачки И потом Выпуливать крипов На Пангальере это делать Супер просто Ты У тебя Всегда есть 2,5 эскейп Ты просто Выпуливаешь эту пачку Убиваешь эту пачку между своим Т1 и Т2 Вот Линия к тебе пушится Сларк вражеский Конкретно в этом случае Теряет целую пачку Эксп и золота Вот Ну и ты качаешься Превосходно на этой линии Но пока что Видите Это не требуется Потому что Рубик просто покинул Эту линию Ну и сейчас Сларк позволил Все-таки Дофармить себе Боттл На Пангальере По-моему Очень долго Просто СССР стоял без мана И Сларк должен был Это видеть Можно было Как-то его пытаться Хотя бы Не знаю Пастивку стажить Как минимум Ну конечно Да Сто процентов Сларка во-первых Нужно купить ботинок На такой линии Потому что Пангич купил Первым айтамом ботинок Сларк все-таки Раскошелился на Врейсбэнд Вот Ну Все равно Можешь сейчас пойти Купить ботинок И просто бегать За Пангичем Настакивать Рано или поздно Пангич будет тратить С пулы просто Чтобы убегать Неплохо Сейчас запулил Сам себе Если не В его сторону Пойдет Вообще идеально Сларк будет меньше Дунайд Но при этом Сларк будет чуть больше Фармить Если СССР сейчас Не помешает ему Фармить этот пул То Сларк Чуть-чуть больше Крипов заберет Но с другой стороны Может потерять Парочку крипов С линии Я думаю Что он боттл Брать не будет Потому что Просадки по хитпоинтам Нет Боттл Актуален тогда Когда У вас Мало хп Ну либо Если вы под бомб После выходите Как это сейчас происходит Чтобы его Два раза нажать Но вообще Я думал Что он Ракансы себе возьмет Потому что Имеется фласка Имеется еще Тангус Ну он И боттл Ракансы решил Взять Нагловато Жадно Ну Знаешь С вами способностями Это все Что требуется От гольера Монопол У него не самый большой С пылы стоит По сотке То есть По сути Три раза нажал И у тебя уже Пять от маны Не хватает На спелт Это если Ты не пополняешь себе Ману Очень Нагло играет Постоянно тратит Ману И Но этот боттл Позволяет ему Сейчас Прикупить себе Арканцы Потому что Как раз Это та самая Мана Которая ему Не хватало Боттл И ее Дал И арканцы Сейчас будут Да Абсолютно Проблемы сейчас Славка Начинается Потому что Шестой уровень Не имеется Уже Сейчас Может просто Поразминать Способностями Его Подпугивает Нет смысла Сейчас Вообще Уже Славка Как-то Давить На пангалера Потому что В любой момент Он может Укатиться Разве что Настакать Просто Зафорсить Как-то На ультимейт Этого пангалера Чтобы он Ближайшие 70 секунд Не смог Ничего делать Вообще Пангалер В этой игре Каков он Ну против Некролита Против Рубика Лича Такие Достаточно худых героев Отлично Выглядит Портив Воида Который Может Не нажать Просто Свой Таймволк Это тоже Супер Круто Но и Самое Важное Лаки Шот Переделали В апаче 7.20 Теперь Он Не Замедляет И снижает Весь Армор А Накладывает Ну Так же Замедляет Но еще И Возможность Дает Задезармить Врага И дать Ему Сайленс Шанс 20% Безмолвие Сфере Ты Может Прохнуть Так Что Он Просто Вхрона Бить Не Будет Если У него Нет БКБ Да Это Круто Ну Или Сларка Арчи Да На момент Трекпак Закончился Он Ничего Не Может Сделать Выпуливает Еще Одну Пачку Я Думаю Что Джавелин Некс Артефактом Это Будет Прям За Шибись Он Уже Тара Сларка Будет Порядочно Пробивать Сларка Сларка Уже По-моему Нужно Будет Уйти В леса Но Нет Смотри Он Блинтагер Себе Поставил Клюбай Но Такое Решение Обычно Покупает Джавелин Потом Блинтагер Но Тут Сразу Такое Более Командное Решение Возможно Он Понимает Что Нужно Делать По Максимум Спейс Потому Что В команде Во-первых Бесполезная Четверка Ну Четверка Магнус Это все-таки Персонаж Который Сейчас Будет Бегать В коза Керри Фантом Ко И давать Ей баф Как-то Ее Охранять То есть Выпадает Один Герой Пятерка Даззл Тоже Особо Много Артефактов Не И Много Урона Насить Не Будет Единственное Что Тинни Вот Как раз Так И с Тинни Благодаря Своему Блинку Он Будет Очень Активным По карте Ну И Очередной Раз В этом же Самом Проходе Практически Подлавливает Он Сейчас Того же Некрофоса Некро Очень Убобно Фокусить Пангольером У тебя Много Урона Ты Его Контролишь Надолго Ну Этини Тоже Имеет Много Дамеджи Легко Его Забирают Ну Как Мы Знаем По Практике Блинка Которых Любой Сейчас Он Может Просто Не Купиться Да Да Может Он И Изменит Своё Решение Кстати Он Что-то Купил В Курьер Да Он Что-то Купил Скупился Бродсворд Понял Да Это Его Не Показывается Ну Сейчас Сейчас Увидим Что Он Себе Принесет Как По Привил Вы Уже Поняли Это Пангольер Через Крипты Очень И Очень Заманчиво А так Он Сразу И Даже Собирает Ничего Себе Вот Так Вот Вот Это Неожиданно Если Честно Это Очень Много Разных Сборок Всяких Было Там Через Мел Штормы Через Яульчики Через Даггер Тот Ж А вот Теперь Через МКБ Башар Да Теперь Через Крипты Мы Наблюдаем Сборку Первый раз На самом деле Я вижу На пангольере Кристалли Са В дальнейшем Доедаус Это На самом Деле Очень Очень Интересно Хорошее Место Отличное Место Для Пангольера Господи Смар Как же Так Он Промазал По-моему Сейчас Не Он Попал Не Бутило Демеджи Мало Было Плюс Лич Повесил Армор Прост Шилд Которые Физу Блоч Именно А пангольера Свэшбакл Дамажит Именно Физой Он По ощущениям Мог Чуть Чуть Раньше Свэшбакл Нажать До того Как Сларк Кликнул Утимейт Но Там Все равно Не хватило Демеджи Все равно Ушел Бы Сларк Было Сочно Сложно Убить Нужно Все Что Нужно Пангольеру В этой Играть С С С С И И И Играть Нон Стоп Именно Мастинник Это Единственный Персонаж С которым Можно Хотя бы Какую-то Активность Наварить На карте Сларк Кстати Видимо Понимает Что Пангич Разрывает Вязку Он Ни разу Даже Не прыгнул В пангольера На стадии Лейнинга Один У нас Только На баунсе Руне Ну Диман Попытался Знает Что Это Бесполезно Ну Да Все Приходит С опытом Тем более В такой Горе Как 2 2 Миллион Вариаций Каждый день Играешь Каждый день Для себя Узнаешь Что-то Новое Вот Я Допустим Недавно Узнал Что Можно Омни Слэш Джаггернаута Задоджить Монтой Ты знал Такое Задоджить Монтой Да Недавно На стриме Ну Недавно Относительно Недавно Недельку Назад Арк Ультанул На Джаггернауте В Террор Блейда В Нуна И После 2-3 Скачков Ну Нажал Монту В тот Тайминг В который Джаггернаут Должен был В ульте Атаковать Террор Блейда И Получается Монта И тычка Они Соприкоснулись В Астралии 0-1 секунда И Получается Ульта Джаггернаута Просто спала Обычно Как бывает Нажимаешь Монту И по Элюзи Ну да То есть Получается Ее нужно Прожать Именно в тот Момент Когда Атаковать В ульте Будет Прямо Перед самой Этой Атакой Да Скорее всего Так Либо Знаешь Наоборот В моменте Когда он Не атакует Ну я не знаю Как это точно Работает Но Этот момент Меня Немножко Даже Подтряс Что ли Ну вот так Вроде Не должно Работать Да Чтобы Ультимейт Джаггернаут Как-то Доджился Ну или Мы привыкли Просто Видеть То Что Всегда После Манты По Иллюзиям Еще Прогей Джаггернаут Вот такая Вот механика Дота 2 Так Тоже Может быть Интересно Ну и Продолжает Фармить Он все таки Решил себе Блин Купить На самом деле Не считаю Что брат Сворд Это какой-то Супер Хороший Артефакт За деньги Которые Он стоит 1200 Тем более На героя Пангольера Зачем Он ему Нужен Он никак Не бустит Твой Свэшбакл Он не дает Тебе Статов У тебя 900 хп Монопул В открытом Пространстве Героя Как же Он всех Постоянно Вот Такие моменты Такие места Заманивает Здесь Пангольер Стоять его Не выживет Ловит Костую Отправляется Надолго В таверну 50 секунд Целых Его не будет А ему Кстати По-моему Хватает На кристаллис Он думает Он скорее всего Хочет купить Себе Все таки Блин Но Не знаю Если ты Уж начал Собирать Шмотку Из Братсворда Которая Просто Грузом Лежит В инвентаре Мне кажется Нужно Загрейдить Чтобы Хотя бы Баф От критов Был у тебя Ну да Не зря Что я его Купил Уже Если Иди До конца То есть На данный Мент У него Хотела бы Уже На Блин И Джавелин То есть Он уже Был бы По 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 Болгая Дувайда Офигеть Русская Герой Такой Какой Него Левел Баш На 4 У него Раскачка 114 Баши Выкачал По Максимуму Ой Зачем Ты Хроносферу Поставил Что За Глупости Вой Сейчас Поставил Хроносферу Уже В Мертвого Магнуса В Которого Прыгнул Сларк И Должен Был Добивать Очень Странная Реализация Хрома Но Такое Тоже Бывает Топ 200 Ран Забавно И Все Таки Блин Покупает Это Очень Странно Ну Может Знаешь Может Он Просто Передумал Бывает Такое Что Ты Купишь А Потом Блин Зачем Забавно Что Сейчас У него Кибай Лишит Ван Гвард Может Быть Я Чего Не Знаю Свэш Бакл Направлю Действия Выбирает Отдельно Герой Отскакивает В указанную Сторму А затем Атакует Всех Врагов Выбранном Направлении Несколькими Быстрыми Ударами Ничего Не Сказано Про То Что От Дэмэджа Баф Я Думал Может Изменили Что Чем 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 Больше Урона У Пангольера Соответственно Больше Сэш Бакл Дамажный Попадает Сейчас По Лайду И Запирает Себя В деревьях Но Делает Фраг Лендавер Уже Откатил Выбираться Весьма Странное Решение Вообще Я Вот По Закупу По Закупу Сайса Очень Часто Видел Что Он Собирает Себе Дефуза Блэйд И Вот В этой Игре Дефуза Тоже Очень Груто Смотрится Потому Что Посмотри Сколько Монозависимых Героев В вражеской Команде Ларк Вообще Воит Вообще Так Всегда Можно Найти Но Именно Эти Керричи Типа С Ларк Воида Они Очень Страдают Со Своим Небольшим Монопулом Они Прям Проседают От Дефузов Очень Сильно У меня 4 стычка От Пангольера Да Купил он Себе Кристалли Все Таки Ура Ура Теперь Теперь Мы Спокойны Теперь Можно Наблюдать За Панги Чем С удовольствием А Пангольера Вообще Та Утимейт Сейчас Уже Откать И Уэйда Проблемы Очень Большие Это Соло Это Соло Ну Ну Как Так Так Ну Я не знаю Зачем Он Подошел Начал Китаться Телепорт На Миссис Будет Интересная Стычка Успевает Даззл Засейвить Своего Тиммейта Ну Ненадолго Но Кстати Говоря Этого Хватило Чтобы Заберстить Сларка То Из-за Гарри Ват Даззла Они Разменялись Нужно Быть Аккуратным Тут Наперед Решил Прыгнуть Некар Там Фраг Достается Фандом И Это В принципе Хорошо Отправляется На шрайн Курьер Уже Летит За Артефактами Никак Он Не Доберется До Базы Там Там Личного Пангольера Пять Артефактов Будет Собирать Потихоньку Мы не Сказали В один Момент Не Уточнили Точнее В В Этой В Гре За Пангольера Играет Магус Наверное Купол Спел Заметить И Бафф От Эм Павра Пусть Слушай Так Он Войда Сейчас Опять Убьет Сайланс Прокнул И Даггер Есть А ну Все Это Не Нужно Было И Нажимать Блин Войди Ставился Под Эм Бровар Да Ну И Продолжает Ломать Все Криты Работают Быть Может Быть Как Раз Таки Криты Нужны Для Того Чтобы Эффект Этем Павра Был Лучше Когда ты С вашбаклом Дамажишь Допустим Два Три героя Вместе Стоят Ты Нажимаешь Первый И криты Как раз Таки Наносит Мага урона И Соответственно Распределяется Урон Мага Отключается Мы Промотаем Кстати Он Очень Быстро Вернулся Не Ждан Приобретай Себе Вангвард Хорошие Тайминги И В Квитбай Закинул Себе Дифуза И Руна Сейчас Появится Дабл Дэмэдж Отлично Но Он Ее Оставляет Тильник Для Пангриера Ну Дабл Дэмэдж У него Никак Не Пустят Его Первая Способность Поэтому Ему Не Оставить Брать Особого Смысла Неба И Убивать Он Практически Всегда Именно Ультимейтом А вот С ларкой Видно На Поварду Прошел Сейчас Заманивают Его На Сентрю Если Сейчас Сюда Подойдет Будут Проблемы Недавно Заметил Забавную Фишку У Лила На Стриме Как Он Комбинировал Способности У Пангриера Свэшбакл И Шилд Краш В Ультимейте Ты Катишься Катишься И Потом Ты Можешь Нажать Шилд Краш То есть Второй Подпрыгнуть И тут Нажать Первый И все Это Пройдет За секунду И Получается Одновременно Стакаешь Две Способности Я тоже Видел Часто Так Делает Ну Не Завод Я И Просто Идеальный Ультимейт От Пангриера Как Жемного Героев Он Держит Контролей И Как Это Долго Все Происходят И Как Жим Плохо Вот Идеально Получилось Вы Увидели Суть Он Нажал Второй Тут же Первый Таким Образом Ты Задаешь Направление Шилд Краш То есть Способности Может Быть Еще Увидим Идеальный Пайт Хорош Ультимейт От Сайса Еще И Скорее Сего Здесь Заберут Некрофос И В итоге Это Минус 5 Героев Бравится Идеально Блин Неприятно И Некор Просто Страдает От Того Что Банально Саленс Есть У Пангича 20 процентов На самом Деле Достаточно Большой Шанс Учитывая То Что Ты Четыре Тычки Моментально Выдаешь От Первого Спыла Стало У тебя Прокает Ну Практически На Каждый Заход От Первого Спыла Ну И Можно Другие Там Побить Талант Там Все Стандартно На 10 И 15 Левеле Всегда Берут Именно Эти Таланты Не Знаю Я Очень Очень Редко Видел Чтобы Брали Что Другое Слишком Баланс Таланты Ну Конкретно Для Этого Героя Не Должны Баланс Нужны Баланс Без Него Вообще Никуда Без Этого Таланта Ну И Вторая Способность Две Секунды Это Тоже Слишком Сильно В Ульте Блин Это Реально Круто Самое Что Забавно Перед Концем Ультимейт Это Может Нараз Шел Краш Кого То Ультимейт Заканчивается И Снова Нажимаешь Ух Ты Как Вторая Способность Отлично Вот Талант Сейчас Ему Помог На 15 Левеле Который Он Взял Вторая Способность Очень быстро Откатывался Ну Я По-моему Раза Три Нажал Ну И Плюс Он Комбинирует Именно Прыжок А потом Только Свэшбакл О чем И Говорилось Ранее Чтобы Задавать Четкое Направление И Как Много Как Можем Больше Урона Наносить Круто А тем Временем Еще Ильич Разобрали Стоит Забывать Что Все Это Время Фантом Коформит Я Изначально Думал Что Эта Игра Будет Держаться Исключительно На Фантом Ке Тени Магнусе Но Пока Что Ну Определен Мвп Это Пангич Он Вздец Начало Игры Он Прям Сделал За 20 Минут Там Уже В смоках Собой Этого Команда Нужно Быть Аккуратным Арп Есть Но Явно Не хватает Дамеджа Без Панголера А там Пангич Будет Солить Войда Он Сбивает Войда Телепорт О Как неудачно Получилось Манны Не хватает Нет Туманы Что Будет Решает Недра Слушай Но Он Все Равно Сделал Очень Грамотный Мув Он Сбил Телепорт Вражескому Кор Если бы Охрона Была Поставлена Возле Нижнего Шрайна На Фантом Которую Кого-то Возможно Это Очень Сильно Зарешало Бы Пангич Решил Вкатиться В стройку Полово Лаг Умеется А Пангич Движ Левел 19 19 Левела Из-за Соло Флагов Которые Он Делал На Воиде На Слад Он Получал Просто Огромное Количество Экспериенса Ну Как В доте Было Устроено С давних времен Если Делаешь Соло Фраг То У тебя Нереально Много Иди Фуза Подъехали Тот Самый Артефакт Час Час Достой Забавно Кликнул Ходил Освободиться От Слота Да Скорее Всего Да Просто Освободил Слот Ну Типа Все Равно Достой Лучше Таскать Ну Либо Банально Отдать Пятерки Просто На всякий Случай Типа Мало Или Может Под Нем Кто То Есть Защищаешь Его Под Нем Было С Андрея Серега Нигде Зарабдание Вместо Скликнул Кура Просто Прилетела И Достой Кинула Не В тот Слот Который Хотел За Бангалером Думал Как Ларет Неплохо Так Дэмэджи Внёс Полич Улич В итоге Остался Смол Должен Делать То Что Понимают Враги Что Битва Зараженность Сейчас Будет Он Галер Слушаю Внимание Она Себя Стягивает Слушай Так Не Понимают Походу То Что Рошан Падает Не Понимаю Что Не Идут Нарошана Есть Храна Свера Почему Да И Враги Вшок Тут Живаются Теник Моментально Берс Отлич После Бэбэка Хран Отличная По Трем Героям Одного Забрали Почему Ты Не Набиваешь Новый Диф Сайленс Новая Идея Зафокус Какой Долг Сайленс Господи Сколько Он Длится Такое Щение Что Целую Вечность Был 5 Секунд 5 Секунд Что 5 Секунд Дот Валовы Чего 5 Секунд На Пассивке Сайленс Это По Слишком Много А Еще И Кариты Вылетают По Окей Сала А Дизарм Это Нормально То Что Он Еще Стакается С Дизарм Слишком Много Нет Это Слишком Много Я Просто Сейчас Прямо Все 5 Секунд Ощутил Ставил Себя На Место Войда И Что Я Подохренел Насколько Долго Этот Сайленс Злился При этом Ты Еще Замедляешь Героя Все Что Остается Войду В этот Момент Это Просто А ты же Бить Не Можешь Тяж Дизарм Ну Можно Можно Альтавнуться Посмотреть Видосик 5 секунд Негусто Ой Моя Да Ловнулся Сникер Магнусом Кто-то Контролит Магнус Дисконнектнулся Кстати Еще Одна Комбат Помимо Того Что Магнус Баф Атем Пауэром Пангольера Так Еще Есть Дазл Который Снижает Армор В Файте Нажал Он Допустим На Дазл 3-4 Способности За Файт За Каждый Раз Минус Две Единицы Армора И В итоге Минус 8 Что Это За Урон Вообще Сейчас Был Не Комбинация Второго С Первым Это Крутая Фишка На самом Деле Ее Нужно Юзать Да И Помимо Этого Диффуза За Каждый Короче Диффуза Пангольера Бустит на 200 Урона 50 Единиц Маны Носит И 08 Физического Урона Короче Там Не 50 А Где-то 40 За Каждой Тычки Ну и Соответственно Чуть Меньше Чем 200 Урона От Диффузов За Каждый Заход Но Все Это С Критами Все Это С Разным Дэмэджем От Свэшбакла Короче Нажимая Первый Он Сносит Врагу Если Прокует Криты От Неудачная Ситуация Сейчас 20 секунд Еще до Ультимейта Канасфера Ставится На Айсайсайса Его заберут Сейчас Косцы Некрофос Сделает Телепорт Грейф Дазл Хорош Одинная Секунда До Даггера Не успел Блин Одна Секунда Оставалась Не мог Блинкаут Сделать Было бы Красиво У него Получилось Драку В итоге Выигрывают Путем Байбэка От Некрофоса Враги Отступают Дали Очень Много Золота Кстати говоря Фантом Тоже Подцепили И После Егиса Ее Тоже Очень Быстро Забирает Сларк Забавно Конечно Некрофоса Досталась После Бэбэка Два Фрага Пангольер И Тинни И в сумме Он Получил Почти 1200 А купил Как минимум Даже Больше Чем Купил Скорее Сего Сколько Бэбэк Стой Час Могу Глянуть 900 Стоит Его Бэбэк В плюсе Остался Да И Самое Главное Он Получил Экспу Да Команда Получила Экспу Жолота Без Некро Вряд ли Бытом Обивали Всех Ну Банально Не хватило Бо Урона На Пангольера Ну И Сейчас Будут Враги Брестинговать Нижнюю Линию Можно В принципе Пойти Поломать Парочку Товаров Но Слад Так Хитрые Пошел Клеп Скипить Занял Изначально Позицию В деревьях И Пачку Сейчас Скипнет Дазла Кстати Весьма Много Для пятерки Он Прям Достаточно Хорошо Фармил В этой Игре Некро Форс Арканцы При этом Еще Варды Имеются Постоянно Ставит Потный Базл Пятерка Ну Все СССР Сресается Видит Врага На верхней Линии Пытается Сейчас Перехватить Если Успеет Но Никого Не Наход Рубика Там Рубик Оббегал В кустах Они Немножко Разминулись Рубика Есть Блинк Может быть И не Убил Ну Что Что Какое Пока Что Расстояние Затишь БКБ В армии Сайз Чуть Ему Остается Он Пингует Сейчас Сколько Ему Осталось С БКБ На самом Деле Будет Гораздо Плотнее Герой Все ВГ Есть Достаточно Статовый 2000 ХП У него И БКБ Уже Летит Круто Что Некор Будет Плюс Минус Бесполезен Так же Рубик И Лич Снарк Не сможет Тебя Зацепить Если Ты Вдруг Потратил Ультимейт И второй Спел Но Войд В хроносфере Башами Тебе Не будет Дамажить И Дефусапом Тоже Не работает Если БКБ Нажал Он Себя Прям Очень Сильно Уплотнил И Поставил Себя Вообще Башер Фигбай Башер Классный Артефакт Не нужно Просто Тебе Останутся На месте Он Просто ВГ Заградит Проходитель А Мне сейчас Показалось Или Это так Работает Действительно Об этом Я тоже Не знал В прыжке Он Блинтаггер Прожал Он Прожал Второй Спел И Пока Он Был В прыжке Он Блинтаггер Прожал Да Так Это И Любой Баф И Перемещение Да Значит От этого Я Тоже Не в курсе Был То Что Это Работает Для Для тех кто не понял Пересмотрите Этот момент Суть в том Что он Закатывался В ультимейте Нажал прыжок И Блинканулся Под героя Он его мало того Что застанел После блинка Так он еще и Получительно Дамажил Шилдкрашем Вторым сполом И Шилдкраш уже Пошел В кулдаун Но главное Вам Нажать Второй И Блинкануться До того Как Анимация Шилдкраша Закончится Вот Тогда Вы нанесете 100% Дэмэдж Уже Секунду Целую секунду Сэкономите И этот стол Можно повторно Нажать Граундное Использование Пангольера На самом деле Может привести Вас К колоссальному Дэмэджу И 25 Так Нужно помочь Фантом Уже Откатывает Уже Откатило Блин Пангольер Как-то сильно Очень смотрится Всеми этими Плюхами Приколюхами И еще Так быстро Подышится Видит Сейчас Он даже Способности Не будет Тратить на Лича Это просто Фрифраг Сейчас Рофлит Все Лич сгорел Главное Не нажать Еще второй Или Или Не весануть Он его Просто зарубил Жалко Бедный Лич Не уверен Что это было Хорошее решение Прилететь Наверное За Личом Потому что Его команда Там пострадала Из-за того Что про инграйеры Не было А какой смысл Они там Для чего Не остались Почему Они не Растепались Им нужно было Просто уйти Оттуда Стороны Нет И уже Снесли Сторону Вам нужно Найти Потопу Мне кажется Это от него Правильное решение Нежели От Тиммейтов Может быть На заднем И там Гнались Просто Ну Мэйди Мэйди Ну да Когда гонятся То так понятно Что отходить нельзя Я на самом деле Не фанат Айсайсайсом Но на панголере Тут как бы Глупо признавать Что он плохо играет Он Мало того Что Он неплохо И он хорошо играет В панголере У него в пуле Я знаю Еще есть Тимбер У него в пуле Еще есть Тайтхантер Это вот прям Его-его герои Такие знаешь Мощные Типичные Оффлейнеры Да У него уже Абисол Сейчас будет готовый Да Пока он фармит Абисол Ребята Подпишитесь Обязательно На канал Новые зрители Поставьте лайк Напишите коммент Как вам Ася На панголере Ну и Кому интересно Инстаграмы Да Оставим уже Сюда подписывайтесь Они всегда есть В описании На инстаграм Можете подписаться Вот здесь Панголера Как раз Вот вторым Сполом Он разорвал Связку Кстати Неудачно Получилось Магнус отвез От панголера Сейчас Сларка И в итоге Получилось Что Мимо прокатился Он быстро Возвращается У него Еще есть Блинг Детекшн По Сларка Закончился По Детекшн Есть Синтри Магнуса Есть Синтри Уда Звал Они физически Не успевают Догнать Вот такие Вот Пироги Хроносфера Все еще Имеется У врагов Знаешь У них Очень жадный Дуэт Коров Получился Они Пикнули Вайда В сложную И по итогу Что По итогу И Сларку Нужно Фармить И Свойда Нужно Фармить Синекр Конечно Бешмоток Не очень А Войд По итогу Тоже Бешмоток Не носит Урона Полноценного У него Диффуза Яша И Владимир А так Он доедал Сюда купил Я думал Он абисал Будет покупать Сколько крит Ты сейчас Не заметил Он не прок Он крит Я смотрю 277 Струки 277 Да Неплохо Ну вообще Крит не самый большой Давай признаем Это Да Но он же не один Прокрит Вот в чем Все дело Да Помимо того Что прокрит Не один Грит Допустим Два Да Ну Округлим В нашу пользу До Трех Сотен Если прокрит 2 крит А то Там урон Практически 600 Ну Минус Вражеский Рома Крочи А ладно Окей 500 Ром Плюс Свежбак Сам По себе Дамажит 118 За удар С талантом То есть 400 Еще Диффуза 200 То есть Нам больше Костряло Урона Спокойно Может Выпасть Блин БКБ Никуда В итоге Потрачено Просто Никуда Так БКБ Ладно Но Хроносферу Почему Ты на Войди Нажал Хроносферу Иди сюда Дорогой Да Забирает На Войди Очень Плохо Как-то Играет Не знаю Вот Ты когда Смотришь На Игроков Из Топ 100 Топ 200 Ты хочешь Видеть Какую-то Ну Хорошую Как По крайней Мере Игру Да Стабильную Чтобы твоему Глазу Глазу 2 качелика На такие Вот ошибки Они Не попадались Ты видишь Какой Это ошибается И тебе Прям Печально На Сларк Оттуда Не отпустят По-моему Было Лишним Раун Вот Но Он же Так Демонстративно Скорее Всего Его Разрубил Кстати Знают Они Бэбэках Или Не знают Они решили Все равно Пойти На Рошана Не стали Форсить А решили Сыграть На Верочку А Пангольер Тем временем Толкает Линию Вот Единственное За что Я прям Очень Люблю Этого Героя Ну И в Тоже Время Не Люблю Это То Что Он Много Фармит Но Соответственно Хорошо Толкает Линии Он Конечно Забирает Фарм У тебя 2600 Ну Слушаем Враги Все А что Они Могут Сделать Свартов Суверни И Выйти Из Нехов Не Может Банально Если Выводит Час Не Потапал Хрон Сферу У него Хотя На Дев Трон Была Хрона Так У него 25 Секунд Еще Хрон В Хрон Даже Вот Сейчас Он Встал У него Нет Хрон Сферы Потому Что Он Просто Бездар На Все Дело Мана Заканчивается Алтан Гарьера Может С руки Просто Браться Я Сейчас Хрон Сферу Поставить Покатить Вражеские БКБ Подсейвить Сларка Но Нет Сори Хрон Сфера Еще 3 Секунды В Кулдауне Но И тут Сларка Тоже Доберут Это Мы В одном Из Роликов Говорили Нахрена Юзать Что Перед Смерть Если У вас Нет Бэка Если Это Может Как-то Повлияет На Игру Мы Договорились С тобой Бом Про Тит Хантер Мы Часто Поднимали Этот Вопрос Да Это Был Тит Хантер Шла Речь О Ролаге Перед Смертью И Зачем Потом Игра Проигралась Потому Что Когда Он Выбегнулся Ролаге Не Было Просто Да И Было Нечем Согласно Ну И Концовка Игры Я Думаю Что В На фоне Команды Он Отлично Вообще Отыграл На фоне Врагов Уж Тем Более Я Думал Что Герой Мертвый На самом Деле И Блин Ему Можно Присмотреться Да Его Пассивка Стала Намного Сильнее Чем Была Раньше Спасибо Всем За Просмотр Пишите Ваши Комментарии Как Вам Новый Пангольер Всем Пока